Развивает воображение и логическое мышление. В Зеленогорской школе начали преподавать ментальную арифметику. Я очень благодарна школе, что изыскана возможность такая обучить детей не только считать, но и запоминать, развиваться вот в этом плане. Фитнес для четвероногих. В Шарыпово появилась специально оборудованная площадка для выгула и дрессировки собак. Дрессировались, чтобы собаки были заняты, здоровы. Мы всегда пытаемся людям донести именно это. Енисейский хореографический ансамбль «Сюрприз» покорил жюри всероссийского и международного конкурсов в Крыму. Это награда нашего последнего конкурса. Вот это Куба Гран-при, данный коллективу на международном конкурсе «Улыбки моря». Более 50 саженцев молодых деревьев были высажены на придомовой территории в микрорайоне Дырсу. Украшать двор пятиэтажки теперь будут сосны, кедры, ели, сирень, яблони и даже клёны. Озеленение прилегающего пространства – это последний этап работ, связанных с благоустройством этого двора, который проходил по программе «Комфортная городская среда». В рамках этой программы положен новый асфальт и заменено бордюрное ограждение. Посадка саженцев стала завершением этих благоустроительных работ. Хотим благоустроить свой двор, чтобы у нас он был красивый, был уютный, нарядный, так сказать, чтобы был зелёный, чтобы мы свежим воздухом здесь дышали, а не пылью. Не секрет, все мы знаем о том, что в 2014 году было закрыто здание старого, старое здание наркологического отделения в связи с веткостью, аварийностью. Мне, естественно, казалось, что это будет намного легче. Закрыли, значит, чего-то должно быть выделено взамен этого. Однако пришлось пройти очень много, очень много, без преувеличения, чтобы это всё-таки состоялось. Здание за эти годы претерпело колоссальные изменения. Теперь это новый наркологический лечебно-реабилитационный центр. На ремонт ушло 11 миллионов из краевого бюджета, 1 миллион внебюджетных средств и порядка миллиона в спонсорской помощи. Плюс неоценимый труд всего персонала. Мы сегодня действительно получили, уверен, достойное здание. Я, правда, после окончательного ремонта не был. Я был несколько раз в период ремонта, значит, и тоже мы тут сопереживали. Значит, Дмитрий Николаевич мне тут рассказывал, как тяжело коллективу, как плохо нашим больным. Действительно, это было плохо, но я бы хотел, с вашего позволения, выразить слова благодарности. Здание реконструировалось в соответствии со всеми требованиями СанПИНА. Здесь предусмотрено всё, начиная с главного – грамотного подхода полипрофессиональной бригады, в состав которой входят врачи-психотерапевты, наркологи, психиатры, медицинские и социальные психологи, специалисты по социальной работе. Наркологическое отделение рассчитано на 25 коек круглосуточного пребывания, а также отделение медико-социальной реабилитации и отделение дневного наркологического стационара на 15 кайкомест. Реабилитация сегодня в нашем психодиспансере занимает главенствующую, доминирующую роль. Имеем большой опыт по этой работе. Всё-таки мы первые в России. Это здорово. Я думаю, что и вот этот реабилитационный центр, хоть он по наркологии, он займёт своё место, свою нишу в данном городе. В отделении есть свой тренажёрный зал, который в будущем будут доукомплектовывать. Библиотека, где можно почитать книги, газеты и журналы, поиграть в настольные игры. Неотъемлемая часть реабилитационной программы – вера. Поэтому на базе филиала создан православный храм. Штат в отделении порядка 40 человек медицинского персонала. Центр обслуживает территорию всего Преенесейского округа общей численностью примерно 140 тысяч населения. А теперь в новых условиях работать будет удобно и комфортно. В различных телешоу уже неоднократно показывали маленьких гениях, способных со скоростью компьютера складывать в уме многозначные числа. При этом они ещё успевают петь, танцевать или рассказывать стихи. Кажется, это чудо, но развить такие способности возможно, утверждают авторы уникальной методики. Ментальная арифметика, ставшая популярной в Японии, Южной Корее и Китае, сегодня адаптированной для подготовки российских детей. В основе методики лежит устный счёт и используются счёты абакусы. Откладывая на них в определённом порядке косточки, можно как на калькуляторе очень быстро складывать, вычитать, умножать и делить многозначные числа. А впоследствии перейти и к осчёту в уме. При этом можно развить скорость до одной десятой секунды. На пробном занятии в 161-й школе дети вместе с родителями тестируют уникальную методику. Однако ментальная арифметика – это не математика в чистом виде, это скорее занятие для развития у ребёнка разных способностей и навыков. Это развитие обоев в полушариях. То есть это и воображение, и память, и фотографическая память, и быстротореакция. То есть ментальная арифметика не ставит самоцелью научиться быстро считать. Это как средство. Обучение по программе на базе управления образованием прошли около 60 педагогов Зеленогорска. И сегодня группы открываются в образовательных учреждениях. Минус в том, что занятия платные, а значит не для всех. Платные образовательные услуги – это тема, которая давно назрела. И родители готовы, может быть не все так или иначе, но готовы за дополнительные какие-то образовательные программы платить. Закон действительно не запрещает сегодня платную деятельность в школах. Главное, чтобы это не были дисциплины, входящие в образовательную программу. Я приветствую все новшества, которые происходят в школе. Очень благодарна школе, что изыскана возможность такая обучить детей. Не только считать, но и запоминать, развиваться вот в этом плане. Первые результаты обещают уже через месяц. Дети будут заниматься по полтора часа в неделю. И ежедневно смогут тренироваться на специальной платформе в интернет-сети дома. Пробные группы сегодня набраны в пяти школах и центре образования «Перспектива». Если занятия будут иметь популярность, возможно и до наборы. В Зеленогорске стартовал марафон добрых дел. В течение недели добровольцы проведут акции и мероприятия, направленные на оказание помощи одиноким пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. Детям, оставшимся без попечения родителей, организациям социальной сферы и бездомным животным. Все, кто желает помочь нуждающимся, могут обратиться в молодежный центр по адресу город Зеленогорск, улица Гагарина, 18. 19 октября в Железногорске пройдет ярмарка вакансий. Действие развернется сразу на двух площадках города. В 11 утра горожане смогут узнать о востребованных вакансиях в центре занятости населения. А в час дня работодатели будут ждать гостей в центре досуга. Там пройдут презентации и индивидуальные консультации представителей профессиональных образовательных организаций, мастер-классы, а также выставка спецлитературы о профессиях. Подробности по телефону, который сейчас на экране. Четвероногие друзья шарыповцев легко преодолевают препятствия. На пустыре рядом с одним из самых крупных жилых микрорайонов обустроили площадку для дрессировки собак. Приходят сюда и днем, и вечером. А по выходным устраивают показательные выступления. Площадка очень нужна, потому что мы всегда болеем за то, чтобы к животным относились ответственно, с ними занимались, с ними гуляли там, где положено гулять. И дрессировались, чтобы собаки были заняты, здоровы. То есть мы всегда пытаемся людям донести именно это. Площадка появилась здесь еще семь лет назад, но затем ее практически забросили. В этом году шарыповская молодежь прислушалась к собаководам и решила им помочь. Активисты приняли участие в краевой программе «Территория-2020». И получили средства на ремонт. Убрали мусор и обустроили часть снарядов для дрессуры. У нас очень много собаководов в городе. И такого определенного места, чтобы выгулить собаку, снарядов не было. Но был построен вот этот лет семь назад. Конечно, устарел, все поизносилось. И было принято решение такое реконструировать, подновить это все. Всего 10 тысяч рублей и несколько дней потребовалось не только для того, чтобы реконструировать площадку, но и заразить этой идеей активистов из других микрорайонов города. В ближайшее время и клуб собаководов, и молодежь продолжат обустраивать такие места. Эта площадка только начало работы. В скором времени в городе откроют еще две территории. На одной собаки будут просто гулять, а на второй уже тренироваться. В скором времени собаководы планируют открыть и охоту за механическим зайцем, а также возможны и другие специфические тренировки. Это награда нашего последнего конкурса. Вот это кубок Гран-при, данный коллективу на международном конкурсе «Улыбки моря». В очередной раз команда Енисейской хореографической школы подтвердила свой высокий профессиональный уровень. Образцовый ансамбль танца «Сюрприз» опередил 9 коллективов со всей России на конкурсе «Танцевальная деревня», который проходил в Крыму. Больше десятка грамот, дипломов, главный кубок, а еще целый багаж впечатлений привезли руководители и участники коллектива из «Танцевальной деревни». Программа многодневного конкурса в Крыму была очень насыщенной в числе участников больше 300 юных танцоров. Конкурсные выступления чередовались с мастер-классами. Были и контемпорари, и джаз-танец, и трюковые какие-то мастер-классы. И получается исполнение разных методик народных танцев. То есть мы изучали Прибалтику и прочее. Но это очень интересно на самом деле. Новый опыт – это очень ценно, поскольку танцор всегда должен развиваться. Критерии оценки – техника исполнения, композиционное построение номера, соответствие репертуара, возраст участников, пластика, костюмы, артистизм и раскрытие художественного образа. Все это оценивало жюри. Танец про любовь. Мы, женихи, пришли встречать свою любовь. Нам предлагают что-то взамен. А мы ждем. Физически, именно этот танец, он еще и морально очень тяжелый. Танцы хореографического коллектива из Енисейска оценили не только именитые мастера, но и покорили простых зрителей. Об этом точно знают родители, которые были в зале и видели все. Их очень хорошо встречали, хлопали. Ну, а мне, как родителю, конечно, было очень волнительно. Конечно, было очень гордо, когда они выступали. Мы все кричали «Браво!», хлопали. Плакала, да, я плакала, конечно. Победителями не рождаются, ими становятся. Ребята готовы проводить в танцклассе родной школы все свое свободное время. А в подготовку вкладывать столько сторонней сил, сколько будет необходимо, чтобы копилка достижений коллектива пополнялась только самыми высокими наградами и званиями. А любой успех складывается из совместной большой работы педагогов, труда воспитанников, моральной и материальной поддержки родителей. Все здесь сидят родители, мы все очень заинтересованы в том, что дети наши ходят именно в эту школу хореографическую. Потому что на самом деле это не просто школа, это их жизнь. Здесь дети учатся всему, они здесь все дружат. Это просто их огромная семья. Вкус победы еще не прошел, а детям уже надо готовиться к следующему конкурсу. Очевидно, у юных емиссийских талантов еще не один триумф впереди. Редактор субтитров А.Семкин